Всем привет! Итак, свершилось! Вышло уже восьмое поколение одной из самых дорогих в мире игрушек. Пришло время коллекционерам 911-х выкладывать очередные две сотни тысяч евро. Станет ли эта модель любимой в их коллекции? Ну и вопрос, волнующий малоимущих, у которых в гараже всего один 911-й. Пришло ли уже время бежать и сдавать его в трейд-ин по цене Каймана, или это все-таки ложная тревога? Спокойно, Porsche Philo, сейчас на все отвечу. Сегодня мы сравним восьмой 911-й с первым. Придеремся к новым кнопкам отверту, найдем у Porsche уши, которые слышат воду, и выясним, реально ли 911-й стал быстрее. Но прежде чем продолжить, напомним подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые обзоры. Заводской индекс этой модели 992. Если смотреть спереди, то можно сказать, что она очень похожа на седьмое поколение, но на самом деле это не так. Кузов стал более подкачанным, более мускулистым, особенно если смотреть, по-моему, на задние крылья и на выштамповку капота, которая как бы возвращает восьмое поколение к истокам, как G-серию. Я имею в виду вот эти вот четкие грани. А еще в бампере, не в этой тачке, но вот, например, в красной, есть глаз тепловизора. И да, как и в Панамере, как и в Каене, здесь теперь есть прибор ночного видения, который видит в темноте пешеходов, больших животных. И это одна из тех штук, которая не дала возможности инженерам сделать это поколение легче предыдущего. И оно даже стало на 55 килограмм тяжелее. Сбоку как раз я пойму, если 80% даже автофанатов примут это поколение за предыдущее, потому что силуэт сохранен практически идентично. Из отличий это разве что новые ручки, которые будут выезжать, когда вы открываете замок, подобно там рейндж-роверу или Тесле, и диски. Не знаю, заметите вы или нет, но сзади здесь 21-е, а впереди 20-е. И таким образом, Porsche задает своего рода стандарт для спорткара в будущем. Это серийное исполнение для Carrera S. Мы пока не знаем, будут ли такие же диски в обычной Carrera, но, конечно же, их задача дать больше контроля, больше держака, и речь идет не только о диаметре дисков, но и о ширине. 245 и 305 сзади, то есть 6 сантиметров разница в ширине резины. Ну и, конечно же, главное отличие в 911-м, это его корма, так же, как и у Хаена, так же, как у Панамеры. И действительно, этим 911-м даже слегка похож на Панамеру. Монофара, или, правильно сказать, монофонарь, который впервые появился в 2015-м году на кабриолете, и сейчас есть и в Хаене, и в Панамере, но к этому мы были готовы, когда представляли, каким же будет 911-й, а вот о вот этих вот двух вертикальных фонариках мы не догадывались, и совсем скоро, я уверен, они появятся на каком-нибудь новом Киа, может быть, в следующем поколении Спортеджа. Но в любом случае, сзади эта тачка уникальная, она узнаваема как что-то новое, и она не даст возможности спутать владельца этой машины с владельцем предыдущей. Порше начали вывод этого поколения именно с версии S, как самой продаваемой, и сейчас здесь доступны S и 4S, и уже все шумят о том, что тачка подорожала, но утверждать пока рано, до тех пор, пока мы не увидели цену на базовые Carrera. Эта модель уже доступна для заказа в Украине, и за S-ку просят 136 тысяч евро, плюс где-то 9 тысяч за полный привод, и мы посчитали, приблизительно это на 6% больше, чем раньше. Но с другой стороны, в этом поколении в базе уже стало больше опций, а характеристики мощности и динамики фактически на уровне с предыдущей версией GTS. При той же колесной базе кузов стал на 45 мм шире в районе арок, а двери теперь полностью алюминиевые. Здесь впервые представлен новый восьмиступенчатый робот BDK, а трехлитровый оппозитник с двумя турбинами серьезно доработал. Новые нагнетатели, новый впуск, новый выхлоп, новое охлаждение. В результате Carrera S выдает на колеса 450 сил и 530 ньютон-метров. Разгон до сотни ускорился с любой версии привода почти на полсекунды. И у меня один вопрос, чего теперь ждать от GTS и Turbo? И если внешность здесь действительно процентов на 90 схожа с предшественником, то интерьер абсолютно новый. Обратите внимание, идет возврат к горизонтальным ровным линиям, как в первом поколении 911, но здесь, конечно же, все уже современно. 11-дюймовый дисплей здесь, такой же, в принципе, как в Panamera, или в Cayenne, или уже даже в Macan, и два 7-дюймовых дисплея на панели приборов, на которых теперь нарисованы крайние кружочки, но центральный тахометр остается аналоговым. Выглядят эти экраны очень прикольно, дорого, да, вот в лучших традициях. Apple, наверное, я бы сказал, но, тем не менее, когда я отодвигаюсь и сажусь удобно по ногам, то просто не вижу два крайних колодца. Ну, правда, информация на них не самая важная. Посмотрите, центральный тоннель кажется, что хочет стать сенсорным. Раньше здесь было много кнопок, теперь хард-кнопки только вверху, здесь логически, предсказуемо, скажем так, управление климатом, управление звуком, и вот такие вот рычажки. И, знаете, раньше Porsche уличали в схожести с Верту, и сейчас, кажется, вот, вроде как, здесь нету кнопок от Верту, но я все равно их вижу. Раньше тоннель был похож на Верту Сигначе, а сейчас здесь мотивы от Ascent TI. Ну, и вот этот вот рычажок выделились, так выделились. Похож он на какую-то просто увеличенную кнопочку, но главное, что он хорошо работает, не так, как в Мазерате, когда ты не можешь нащупать заднюю передачу. Здесь все очень просто. На себя драйв, сильно от себя реверс, и где-то между ними нейтралка. Но, интересный момент, вот здесь очень просятся сенсорные кнопки. И с учетом того, что эту машину, это поколение уже приготовили к приходу гибридных технологий, я предполагаю, что рано или поздно здесь таки появятся сенсорные кнопки, как в последней Панамерии или Каене. Кстати, если вас, как и меня, раздражает вот этот вот торчащий подстаканник в виде какой-то даже вазы, то его можно вытащить и получить либо увеличенную нишу, либо заменить вот такой штукой. Интересно, за нее не надо там 500 евро доплачивать, но у нас, по крайней мере, лежат сменные в бардачках. Новые кресла. Наконец-то, наконец-то вы скажете, потому что предыдущие ковши, хоть и были очень удобными, не менялись лет 7, а то и 10, наверное. И я здесь все перещупал, они действительно стали мягче. Настроек также много, но кресло мягче. Опять же, уход в сторону комфорта. Алькантара, коричневый салон, новый цвет салона, зеленый, или лучше сказать, оливковый, то, чего раньше не было. колесо теперь с кучей кнопок. Если вы доплатите за пакет Sport Chrono, то получите, конечно же, вот эту вот копеечку, уже знакомую нам по другим моделям. Правда, здесь теперь нету фиксированных позиций, и то, что вы выбираете, видно уже там на дисплее. Я бы не сказал, что это более удобно, чем раньше, но, возможно, она дешевле в производстве. Ну и задние сидения по-прежнему формальные, здесь ничего нового, странная полочка. И знаете, до того, как я посидел в первом 911, я думал, что у вот этих вот, скажем так, откидушек есть какой-то скрытый смысл, но теперь я понимаю, что это скорее дань традициям, опять же, потому что большого смысла я в них не вижу. И что удивительно, в новых 911 место сзади меньше, чем в первых поколениях, возможно, из-за того, что здесь больше, выше требования к силовой структуре кузова, которая фактически съедает лишнее пространство, в частности, для ног, то есть места эти формальные. Ну и остается, конечно же, тот же недостаток, у новых 911 практически нету багажника, рассчитывается то, что вы можете положить вещи вот туда, на эти полочки, потому что впереди у нас, ну, пространство, разве что под небольшой чемодан. Кстати, хочу вам напомнить о нашем новом проекте под названием Carbo. Мы создали коллекцию роскошных офисных кресел из настоящих автомобильных, и среди них есть несколько моделей от Porsche, в том числе от 911. Все там работает, и электрорегулировки, и подогреве, и даже вентиляция от встроенного аккумулятора. Мы, наконец-то, запустили веб-сайт с каталогом и ценами. Ссылку я оставлю в описании. Зайдите, вам понравится. Знаете, создать действительно крутой спорткар на самом деле не так сложно, как создать продаваемый крутой спорткар. И здесь как раз вся сложность в поиске баланса между спортом и повседневной практичностью, легкостью управления и, в конце концов, комфортом. Потому что, как вы знаете, покупают эти тачки не только спортсмены. 911. Это один из самых массовых спорткаров уже 50 лет. Залог его успеха как раз в невероятном балансе между спортивной эффективностью и повседневным комфортом, насколько это, в принципе, возможно в спорткаре. Именно этот баланс и вызвал такой фурор после выхода на рынок первого поколения в 64-м. Чтобы убедиться в этом, мы добились невероятного возможности проехаться на классическом 911-67-го года из музея Porsche. Автомобиль с заводским индексом 901 с пробегом всего в 20 тысяч километров. Полностью оригинален, включая даже краску. Приблизительная цена этой тачки в таком состоянии с 67-го года 250-300 тысяч евро, но найти их сейчас довольно сложно и меня предупредили, что если с ней что-то случится, я либо покупаю то, что останется, либо работаю до конца жизни в музее Porsche и мою такие автомобили. И знаете, второй вариант не такой уж и плохой, согласитесь. Но с учетом того, что здесь даже нету правого бокового зеркала, а вокруг летают более свежие 911-е, лучше я ее сейчас верну. И знаете, кроме того, что эта машина действительно проста в управлении, кое в чем она даже практичней последних поколений. Я даже снял для вас ее небольшой обзор. Он доступен на нашем новом канале Infocar Backstage, на который вы, скорее всего, еще не подписаны. Ссылка в описании. Два года назад я накрутил за две недели под тысячу километров по Киеву на предыдущем поколении. Это была базовая Carrera НИЭС, не полноприводная. Знаете, тогда мне показалось, что спорта в нем больше, чем хочется, особенно, когда наиграешься за пару дней. И похоже, восьмое поколение так и сделало мне шаг навстречу. Руль стал точнее, но при этом на малой скорости как будто полегче. Новый робот мягче переключает передачи, а подвеска даже с 21-ми дисками сзади не кажется жестче, чем прошлое на 19-м. Да и вот это все. Адаптивный круиз с функцией Stop and Go, камеры по кругу, большие экраны, ночное видение. Здесь есть все, что у других люксовых, но гражданских вагов. Ну, разве что шумоизоляция осталась сугубо спортивной и кто-то скажет, что ее здесь нет вообще, но это неправда. Для того, чтобы это понять, нужно проехаться на версии Carrera T. Вот там ее действительно нет. Ну и теперь вопрос, не навредит ли все это спортивным генам? Сухие цифры улучшения динамики как бы заверяют, что нет. Но я бы за критерии спортивности брал время прохождения трассы Нюрнбург-Ринг. Немцы уже успели это сделать и новая Carrera S якобы побила рекорд предыдущей на 5 секунд. Думаю, мне не стоит вам объяснять, что это целая пропасть. Мне же предстояло почувствовать это на гоночной трассе Рикардо Тормо около Валенсии. Что вам сказать? Являясь больше балериной, чем гонщиком, я все-таки смог сберечь машину и сухие штаны, показав при этом еще и очень неплохое время. Думаю, вы смогли бы. 911 та еще игрушка. Основная фишка в плане безопасности, на которую здесь делают акцент, так сказать, новшества, которого нет больше ни у кого и раньше никогда не было, это так называемый режим VAT. Ну и тут, пожалуй, стоит уточнить, откуда у этого 911 растут уши. Причем уши чуть ли не в прямом смысле. Дело в том, что приблизительно вот здесь, под подкрылком передней арки, расположен с каждой стороны отдельный аудиодатчик, который понимает шум воды под днищем и предлагает включить тот самый режим VAT. спойлер и передние активные решетки воздухозаборников автоматически перейдут в самое агрессивное положение, увеличив прижимную силу, а электроника начнет изо всех сил бороться с заносами. После нескольких кругов в спорт режиме я таки включил этот VAT-мод и действительно да, да, он работает, причем электроника не просто гасит обороты двигателя, а действительно чувствуется какой-то определенный держак. Хотя может быть все это само внушение, потому что если подойти к вопросу скептически, то мы понимаем, что вся уникальность этой системы заключается как раз только в наличии этих диковинных датчиков, определяющих влажность, а в остальном здесь все та же ESP, все та же электроника, которая и в других моделях Porsche на скользкой поверхности по моему опыту работает, ну, наверное, не намного хуже. А теперь давайте посмотрим, какие есть альтернативы 911. Из самых свежих и интересных моделей, конечно же, AMG GT. Mercedes эксклюзивнее и, кажется, роскошнее в салоне, но при большей мощности скучнее по динамике и дороже. Audi R8 уже пора бы обновиться, да и научиться меньше есть. Заплатформенный урокан уж слишком дорог и, мягко говоря, непрактичен. Все эти спорткары, безусловно, интересны, но серьезные угрозы для 911 не составляют. Цуффенхаузен всерьез опасаются другого Эггдока. Новую восьмерку от BMW. Да, мне скорее больше понтов, чем реального спорта, но магия баварского бренда все еще способна работать без аргументов. Подводя итоги, я бы все-таки отметил, что, несмотря ни на что, в угоду большинству клиентов это поколение стало более комфортным. А все те улучшения управляемости, прирост мощности и улучшения динамики как раз и направлены на то, чтобы компенсировать жирок, нарощенный вышеупомянутым комфортом и современностью. Удалось ли это сделать? Безусловно, машина управляется не хуже, машина едет не медленнее, а где-то быстрее. Я не могу назвать восьмое поколение революционным, но фактически во всех направлениях оно хоть немного, но лучше предшественника, при этом, как мы выяснили, не дороже. Поэтому в любом случае 911 остается одним из самых надежных спорткаров по меркам класса и, наверное, все-таки самым эффективным. Хотя кто-то отметит, что при этом слегка скучноватым, но это в том случае, если 911 с полным приводом. Поэтому берите задний, не ошибетесь. мы сейчас заводим с толкача первый 911, в котором полностью сел аккумулятор. Это был крутой опыт. по-русски, Продолжение следует...